такое устроили давайте еще раз прокатим часов бесплатно что все хотят сделать когда проходит под мостами трюк выполнен профессионалом бам придется ночь позора царица теперь он пьяный по твоей имени что такой краш ровно год назад здесь на мойке 120 мы познакомились с историей максима как он от менеджером по продажам стал владельцем судоходной компании его флот насчитывает катер чапарал 240 silver венецианский катер с схожим названием венеция 3 проект ялта вот он как раз таки мы о нем и снимали выпуск когда мы снимали выпуск о ялте максим сказал что у него готовится четвертый проект мы даже устраивали конкурс о том как назвать следующий проект далеко от ялта идти не пришлось всего в трех километрах оказалось следующее название это яхта ливаде следующий проект максима который мы сегодня здесь с вами снимем и покажем пойдемте знакомиться максим здравствуйте давно не увидели сюда год назад мы снимали с максимум обзор яхты ялта вот она кстати по левому борту я преобразилась найдет различие белая оправа стала а почему так сделали ну потому что так задумано была такая линия дизайнера а сидушки переделали носовые уже как как у тебя можно сидеть но я могу обратить внимание что год назад когда ты запустил ялту у нее таки были большие окошки так скажем в графике но это очевидно потому что новый проект еще никому не знаком никто не не катался не видела не знал а сейчас не достучаться я когда прошу типа ребят есть ялта у вас покататься вот хотя гости очень сложно попасть на эти окошки суббота воскресенье вообще как бы ялта в общем растурбинилась очень хорошо стала ходить и это видно и гостям она нравится вот у меня гости часто повторяют прогулки сейчас всего локальчику а я и максим пить бросил о блин короче съездил в аргентину на зиму там пил вино каждый день сначала бутылочку за ужином потом полторы бутылочки за ужином потом две бутылочки за ужином и потом я вышел на лимит две с половиной бутылки за ужин 10 килограмм набрала там же чё стейки и вино и вот 1 января я решил бросить и вот сегодня по сегодняшний день вообще ни капли алкоголь не что-то посередине такое не найти а я вот если что-то надо делать то надо вот прям сразу то тогда есть результаты но я во первых скинул те набранные килограммы без алкоголя теперь сочувствую как это в мемчики есть можно конечно не пить в пятницу и субботу ну как тогда отделить одну неделю от другой что я могу обратить внимание я на ливаде первый раз очень большой салон панорамный со стеклами здесь подсветка над столом вот эти три пафончика регулируется свет на балках стоят основное освещение тоже диммируется у ливаде два мотора и две ямахи по 100 сил две подвесные в салоне так тихо что как будто на электричке идешь ну здесь еще одна фишечка есть эти все стекла с подогревом ну чтобы не потело не сделана вытяжка очень мощная циркуляция воздуха идет ну роскошно конечно прям блаженная вот на и ощущение блаженства ты сидишь да так думаешь как хорошо все видно такая задача и была я вот как капитан могу сразу отметить между рейсами капитану есть что поделать самое востребованное у капитана между рейсов это поспать здесь мне кажется это очень можно даже мне сделать вот я два метра ростом здесь вообще можно вытянуться кайфану и перезагрузиться капитану это важно восстановиться и дальше работать пока матрос убирает лодку да 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 спать а сколько весит ливаде 18 18 тонн два мотора по сотке что могут показать тут больше 15 километров не надо поэтому так на то и рассчитывали а вы так делали ходили по моему не замеряли на ходовых когда ну вот важно понимать что он в потоке идет почему ливаде потому что у нас с партнером но мы одинаково патриотичный так скажем называть амстердам там банкок не по нашим поэтому случилось ялта и ну собственно ливаде тоже ну плюс потому что яхта у николая 2 было ливаде если вы будете следующий проект строить я думаю стоит назвать евпатория ты же по-любому еще что-то строишь начали проектировать ты когда-нибудь остановишься конечно когда сколько нужно нужно строить яхт чтобы ты сказал все я не все построил так не понятно дело что у нас есть какое-то время отведенное на нашу жизнь и трудовую деятельность но в целом сколько бы ты хотел построить я не знаю ну мне это интересно это конечно тяжело этот проект переделанный трамвай или полностью с нуля ничего трамвайного тут полностью все новое все с нуля задача была дизайнера поставлена давай сделаем ялту побольше и закроем капитана чтобы с этим тентом там не возиться ну вот нарисовал такое хотя по размерности это мойка четыре с половиной час самая яркая часть всей прогулки но любой прогулки в петербурге зимней канавки выходишь в самую широкую часть не вывод панорама на петропавловскую крепость стрелка васильевского острова и это конечно прям вау-вау всегда вот у людей когда из каналах они выходят они как будто вздыхают морским воздухом да и здесь что круто очень есть палуба переместились на открытую палубу здесь уже слышно не звук мотора как водичка плещется это очень не успокаивает очень так гармонирует с нашей прогулкой короче мне мне определенно нравится левадия позиционируется как самая дорогая прогулка по петербургу одна из самых дорогих на выбор дешевле чем амстердам с монако какое конкурентное преимущество у вас перед допустим тем же амстердамом и монако цена чуть ниже новизна что людям очень важно на задумка была чтобы экипаж отделить от гостей чтобы они не пересекались и не смущали своим присутствием ну да то есть конфиденциальность переговоров да и плюс то что все пространство мы поделены на две части но она объединена то есть те к мерзнут например сидят внутри но ты их видишь и все как бы в одной компании все равно даже несмотря что внутри или снаружи панорамную крышу тоже мы за нее боролись опять же стекла с подогревом тишина как ты сам заметил да не так шумит завал и больше места до танцы тут можно даже устраивать я когда сюда подходил я слышал звук здесь такой добрый вечер можно устроить в каналах он не себе хватает к посуде я подошел более скажем так щепетильно чем нам стирать посуде то есть там хрусталь например не просто вот такие одинаковые бокальчики которые не бьются наши бьются ну полегать а много осталось хрусталя из которой из первой закупленной партии ну еще остался это моя самого начала фишка что не пластик нет стаканчики а вот стекло требования конечно гостей потому что все всех нужно чтобы было стекло это инстаграм на это красиво это хорошая картинка да сколько бокальчик стоит здесь где-то 300 400 красота 3g кто вам делает проект откроется завесу тайны дизайнер-конструктор можем ли мы посетить производство боюсь что нет чуть-чуть отстраниться от яхтенная история какую музыку допустим ты любишь агутин кресняков как на концерт ходила будет был ли какой-то фильм в детстве который ты посмотрел и тебе навеяла яхтенная история но я в детстве смотрел сериал гром в раю слышно такое с халк хоганом он там ездил на катере всех спасал короче у него там были постоянно какие-то задачи такой достаточно культовый для моего возраста тогда сериал кстати кто смотрел этот сериал кто помнит халк хогана вот с этими усами он рэкбист известный американский мне прям вот я недавно думал думаю вот это вот момент в жизни вот этот сериал он мне как-то вот посодействовал о том что я полюбил лодки полюбил катера у тебя есть какой-то фильм который ты в детстве смотрел даже не знаю что у меня так это случайно макаровку закончил случайно как я в катерах тоже случайно оказался ну так вот хорошо просто какой-то фильм вот который тебе нравится можно не по яхтенной теме из того что помню орешки прям пересмотрел орех 1 2 а крепкий кто там главный герой-то ирония судьбы конечно тоже настольный фильм такой исторический нам как ты оцениваешь успех своей работы и что для тебя является наибольшей наградой в твоем деле ты считаешь успешным свои проекты думаю что я открываю календарь смотрю все занято и это награда чувство удовлетворения есть значит что то я делаю то значит людям нравится значит ну да значит все совпало слушай а бывает же перебои все равно вот не знаю там таргет неправильно настроили перестроили какие ощущения у нас тут менеджер даже такой в общий чат написал близится ночь позора когда ни одна лодка на разводку не идет очень круто кстати что петропавловка фасад петропавловки одет в гранит за дворочки в кирпич потому что императриса екатерина из зимнего дворца когда выходила она должна была видеть парадный петербург и поэтому с этой стороны в гранит отделе а с той стороны и там же не видно да и вот сейчас до сих пор так все делают за дворки не видно ливадия будет работать до конца навигации правильно ну да чапорал но они все вместе будет подаваться все в одно время я видел видео где-то как вы в том году поднимали в снегах во льдах до такого момента в целом ничего страшного не произойдет с лодкой если вы поднимете в снегах во льдах ничего страшного не произойдет но я думаю в этом году не будем затягивать так а когда самая поздняя вы заканчивали навигацию но у тебя долгий опыт работы были там как навигация заканчивается числа пятнадцатого гости были с москвы владельцы москва очень много интересного мне рассказали во первых подъем москвы стоит 2 миллиона рублей это кубой вы это сколько вам надо разводы чек-то откатать чтобы поднять он разной не поднимает если ее нужно поднять для каких-то ремонтов то он говорит вот 2 миллиона стоит подъем только не честно но есть метод наш тип они на какие-то подушки закатывают вытаскивают к огромные кранцы кладут он фотки показывал и вот москву вытягивает они на эти кранцы вытаскивают да и это стоит 200 тысяч очень высокий процент погрешность его что значит можно завалить набор я бы ну риск этого стоит в десять раз дороже как конечно риск этого стоит откуда эта традиция почему все машут друг друга ну эта традиция есть среди капитанов парушных яг в каком-то уставе прописано что проплывающий шкипер должен помахать те кто старый скажем так морской школы даже у нас просто незнакомый проходишь у меня такая фишка была когда на принцессе работал сорок второй капитанел я же внизу сижу а гости наверху обычно такой проплываешь мимо кого-то и снизу там помахал а те тебя не видят ну а те думали на хода машут в ответ гости такие о приятно и тоже ну и как тут так а сейчас мы посмотрим что же находится самым интересным по крайней мере для меня месте в любом плавсредстве яхте и катере это капитанское кресло вообще капитанский отдел и очень удобное кресло есть люк это по левому борту камера по правому борту камера дворники все по-русски подписано ходовые огни расскажи по как управлять или воде я сейчас видели как ты заходишь фонтанку в правый пролет и такое было ощущение что вы верят и так уверенно зашел управляется легко не отливать я замечательно управляется хорошо сделано все юнка ходит я ты в зимнюю заходил ты под рульками управляла или ты прям без подрульки заходит плавно да легко очень спокойно под рульками только в основном если отойти подойти там какой-то нюанс или там где-то стоишь в основном так или не поручнули поджать там 2 машины управлять сушится замечательно хорошо толкается вода поэтому были какие-то нештатные ситуации неприятно нет что будешь делать если заглохли оба мотора молиться конечно нас секунд крест да ничего рации всегда куча ребят которые всегда помогут всегда без проблем можно попросить помощи ну да это капитан скейтика слушаю вот есть такое негласное правило железные теплоходы не любят маломеры пластиковые ты не являешься там железным теплоходом у тебя просто большой размер как ты относишься к пластиковым катерам которые залетают перед тобой думая что сейчас тут проскочу быстренько удобно у тебя есть какой-нибудь посылом или послание сказать что что ты о них думаешь не она отношусь в абсолютно нормально тем кто адекватно нормально управляет неопытные потом станут опытными но если будут слушаться а те кто так залетают ну как бы до первой крови как говорится удачи им только 7 футов не штат какая-то может произойти заглох пошел пересекать заглох тут на него 13 тонн просто въезжают там уже извините извините да поэтому людей жалко конечно так как быстро ты можешь определить что капитан неопытный ну по действиям которые он совершает конечно видно залетает в рацию молчит ничего не говорит там осекается смотрит переживает глазки вот такие видно что страх прям поджимает после разводки когда фонтанку заходит большое количество теплоходов какое у тебя выражение лица ты спокойно или за такой как многие капитаны даже видишь как капитан на маломерах смотрит он крестится вообще ну реально стрёмно видно много страха у людей на глазах когда они заходят с него фонтанку после разведения твое выражение лица обычно просыпаюсь не обычно матрос кофе приносит спать хочется мне вот такое предложение родилось для железа и пластика крайний правый пролет только для пластика чтобы туда не железо небольшие теплоходы никто не лез справа только пластик слева два пролета для железа как-то к такому предложению целом такая же хорошо было бы удобно что строго знаю что малышей поскольку очень много пластика они спокойненько там будет летится в свой правый пролет все теплоходы но многие теплоходы и могут и вправо заходить поэтому у них нет такого развлечения так-то здраво конечно но осуществимо вопрос другой конечно это был капитан леваде александр и его впечатление о этой яхте спасибо саш приятно было пообщаться максим открыл завесу тайну у него есть следующий проект регистровая на сколько человек ну это будет размер 50 на 50 человек как долго планируется строительство это не благодаря благодаря конечно занятия прогнозировать мы уже должны были начать собственно строительство сейчас но сменили два три проектанта ровно год назад я слышал то же самое про ялта по моему ну вот вроде как наученный каким-то опытом но тем не менее предлагаешь людям работу они не работают заражал как а как вы ищете подрядчиков вот я тоже хочу построить что-то типа похоже как леваде первые это был просто интернет сейчас уже какие-то рекомендации там кто-то нам что-то делал знаю ваша амбиция мне кажется что это должен быть какой-то дорогой проект но это необычная же фонтанка заслонишься деревянными скамеечками конечно это фонтанка которая будет красиво так скажем что-то похоже на прометеи нота или вообще других другие линии не линии другие как обычно линии новые абсолютно другие название естественно еще не придумали я первый в комментариях пишу евпатория туда евпатория подходит название как вы считаете пока мне не нравится не нравится как выглядит гость который арендовал это чуть старше молодежь да нет у меня нет такого портрета расскажи о самых сложных технических решениях которые тебе пришлось принять при проектировании леваде но это все триплексы же стекло до 2 стекла гнутых вот эти так как стекла с подогревом их делают в москве у нас не делают и вот это стекло она гнутая в двух плоскостях вот так вот это по моему третье стекло которое нам возили из москвы потому что они не попадали чтобы там была линия здесь линия повторяла а это зона для гостей или для ну туалет точно здесь же да правильно да нет это зона и для гостей и в случае если будет кейтеринг с официантом то это чтобы он там не отсвечивал он здесь может просто находиться и выходить когда надо будет также сделал стекло чтобы гости видели что ну добро пожаловать здесь вот что-то есть туда можно зайти там холодильник холодильничек полочки всячески так ну и туалет чистый он просторный и комфортный если вот я захочу убрать стол он же у вас не не он не прикручен но конечно брать его войсковая операция подразумевала что теоретически конечно по запросу гостей его убрать можно но нежелательно тяжеленный ого смотрите как низко вода я сижу ниже в атерлине не могу припомнить где так можно сидеть в питере чтобы вот так низко была вода явное конкурентное преимущество что ты настолько низко мне кажется можно вот здесь иллюминатор сделайте под водой наблюдать что происходит я бы сделал если по нас вода была хорошая какие ты можешь дать советы яхто строителям найдите несколько десятков миллионов переработайте то что вы видели в своей работе наблюдая за людьми которых вы катали ну что и чтобы им понравилось найдите дизайнеры начинаете рисовать а если к вам человек придет с советом вы дадите ему совет чужому нет конечно в своем круге максим родоначальник этой истории привез из италии венецианское такси первый я считаю что вообще надо было в петербурге запатентовать это название венеция ну хотя у всех и ассоцируется венеция с твоей первой лодкой венеция это вене так-то я не первый конечно а кто был алексей акулич же с катариной своей кстати еще хотел отметить что максим я не знаю еще таких судовладельцев которые у тебя же все лодки ты же ни одну не продал ты купил silver она у тебя до сих пор работает ты привез венеция она у тебя до сих пор работает ялта понятно ты ее построил сам с нуля и и как бы ну наверное ты никогда не будешь продавать там очень какие-то странные должны быть ситуации чтобы ты продала венецию и ливари почему вот чапарал допустим вот этот silver не продать и другую лодку не поменять чего ты не меняешь да я честно говоря еще пару месяцев назад когда он там что-то одно сломалось другой словно все думаю ну зачем мне вот это вот он сколько он зарабатывает сколько это заработать зачем мне это сейчас понимаю что ну нет ну надо надо линейка должна быть линий ассортимент меня плотные отношения с гидами гидом нужно линейка сегодня такой гость завтра такой гость максим хотел проверить у тебя насколько ты знаешь молодежный сленг давай попробуем дочки есть конечно да молодые но не все слова понятны что такое cringe понимаю сказать не могу но жить жить да кто такой скуф сразу пас что такое зашквар типа чушпан молодежь такая собралась что такое хейт ну хейт от ненависти чморить по нашему а что такое слушай это такое модное слово это человек который пьет пиво которому за 40 лет и он ведет такое за 30 скуф это что такое абьюз абьюз и газлайкинг знаю такие слова всегда путаю одну с другим не боишься не смогу объяснить хайлайтер я сам не знаю что такое газлайтер газгольдер газлайт газлами газлайт это когда-то и заставляя человека поверить в то что он на самом деле не делал поверю в мечту ты либо сделал что-то плохое но я же не делал и ты тушка альтушка про про прохал слышал уже хорошо понял а что такое краш уху ху 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 катер есть такой у нас на каналах но мы сейчас не в этой теме краш это человек который тебе нравится твой бойфренд твой girlfriend наверное так и которого не знает об этом максима какой-то распорядок дня я стою около восьми где-то мы встаем утра с женой до вечера конечно утра я везу на работу а дальше уже занимаюсь своими делами ну чаще это какие-то разъезды дела что-то купить что-то там куда-то съездить если еще какие-то узлы которые прямо тебя дали с трудом так ну вот узел например вот этот было было весело когда мы здесь все покрасили мы сделали дверь ее поставили и поняли что вот этой части у нас нет вот здесь вот гладенько идет она красивенько блестяще но вот дверь приходит в никуда ну пришлось вот приваривать кусок какое слово ты говоришь в этот момент когда ты понял что вот вот этой части нету какое слово собирался давно сделать татуировку друг услышал это и подарил на следующий день рождения сертификат уже все будет на татуировку не отвертишься да ну пришлось идти и все таки сделать слушать а где вы заправляетесь на заправку ходите ли доставку заказа заправка это доставка это жесть не капитаны говорит только-только не доставка мы будем ходить меня 4 бензонасоса поменяно за сезон это был обзор яхты ливаде пишите в комментариях как вам этот проект и большое спасибо максима что через год согласился с нами опять встретиться и дал нам классное интервью ставьте лайк и подписывайтесь на канал